доброй ночи дорогие друзья братья и сестры сейчас я отвечу на один два вопроса как и обещал почему-то он не выходит никто как бы на вопрос на связь обычно сразу подсоединяется ну наверно какие-то сбои будем смотреть разбираться но сейчас отвечу на несколько вопросов которые написали мне опять-таки здесь в контакте отец консирен добрый день спасибо вам за видео трансляции хотелось бы адресовать вам вопрос когда пишешь записки за здравие или за покой если я не уверена в имени которым крестили человека могу ли я указать имя данной ему при рождении если например нет возможности уточнить или это не играет большую роль и спасибо спасибо виктория за вопрос значит не так давно было постановление что мы можем принципе указывать имена тех которые принципе но нету такого имени может быть в крещении как и святого вернее которые могло могли ему не дать при крещении но тут очень двоякая ситуация во первых мы молимся о в первую очередь крещенных то есть о членах православной церкви даже если это ребеночек пример к примеру еще не крещены то мы поминаем маму то есть ну к примеру наталья сочадом поскольку ребеночка еще не крестили имени записочках мы пишем в первую очередь те кто крещены имя имя конечно мы в первую очередь указываем крещенное если есть максимальная возможность уточнить узнать какое имя потому что возможно может быть он вообще не крещен этот человек но молиться конечно мы должны если мы возьмем богослуживный момент мы вы услышите во время службы такие такой стих и извекнение что о власти воинствах и я помолимся но не вся власть и воинство вся крещеная православным тем не менее мы молимся о них почему у их в разумлении благоразумие чтобы они правили и защищали по совести по скажем так нравственному закону как минимум божий закон а может даже максимум кофту для каждого нравственность бывает разная вот взять хотя бы эвтаназии для кого-то это норма отключить аппарат жизнеобеспечения человеку чтобы не умучился а для другого это убийство поэтому конечно тут недопустимые мы жизни давали нам не забирать но вернемся к вопросу в записках конечно мы первую ч пишем имя крещенное но если допустим мы не знаем или с бар там или абхаз какой-нибудь ну какое-то имя которое точно святого не будет конечно но мы можем помолиться о нем опять-таки если он идет к становлению а может он и ходит уже в православных храм но но не знает он какое прикрещение ему дали имя но может быть по созвучию там тогда именовать его ну и второй вопрос сейчас озвучим так секундочку секундочку здравствуйте батюшка моя мама пьет уходит запой она на самом деле хороший человек но вот такая ты немощь сказать что она буйная она не буйная после того как прохмелеет идет на работу как бы вреда не несет но как не относиться как с ней общаться ругаться настаивать на что-то на на чем-то посоветуйте ну давайте с духовной стороны сначала первую очередь мы о этих людях молимся и вот у нас буквально сегодня день памяти иконы божья матерь непиваемая чаша которую мы молимся не только зависимые винопития алкоголизма но и наркомании табо курение игромании мы молимся о вот такой вот такого рода зависимости молимся о их врачевании потому что мы понимаем что алкоголизм это не даже можно не столько физическая болезнь сколько больше психологическая почему человек срывается начинает курить вот на от срыва от эмоционального стресса то есть он не смог внутренне справиться он молиться не умеет он не знает как выйти ситуации как-то нужно в эту секунду ему успокоиться и вот к сожалению находится проще всего сделать грех поэтому он начинает и курить так и здесь может быть чтобы за как час карет я пил чтобы забить какие-то болезненные своего спина не забыться в них и о них поэтому опыт опустошь от пустоты и души в первую очередь это делается нет высокого разума который нам дал господь и мы к сожалению мы не пользуемся поэтому здесь нужно молиться о ней иконе божьей матери неупиваемая чаша призывать ее к покаянию в этом грехе по возможности сама чтобы потому что господь слышит наши молитвы мы знаем что господь поверит близких может и исцелить ну откуда мы можем это подвергите вы хотя бы допустим вспомните расслабленного принесли кто такой расслабленный парализованный стиле сквозь крышу на канатах если можно так сказать он увидел веру этих друзей и исцелил его и говорит возьми одры свой и ходи вспомните сын мой болеет и исцелил господь я имею слуха я им говорю они делают и войны я им приказа они делают то есть ты скажи и пусть будется господь говорит что великая вера твоя будет и исцелил исцелился отрок его в тот же час то есть по нашей вере могут наши и близкие исцелиться поэтому нужно максимум приложил прилагать усилия вместе призывать на агрессия и озлобление ничего никогда не решает но вот любовь христова она покрывает и исцеляет все ну наверное на сегодня парочку вопросов я думаю достаточно потому что сейчас никто в эфире не присутствует по каким-то техническим причинам обычно человек 10-15 но сейчас вообще никого поэтому рад был ответить наши на ваши вопросы храни вас господь с вами был священник константин мальцев рад буду вас видеть на канале и на ю тубе храни господь а